Так, добрый день, представьтесь, пожалуйста. Пятер Соштрявич, я являюсь заместителем председателя парламента Литвы, Сеймоса. Также работаю в двух комитетах по иностранным и европейским делам. Лично был в Киеве с начала декабря пять раз. Знаю хорошо ситуацию и поддерживаю те перемены, которые происходят в Украине. Я надеюсь, что это фундаментальные изменения, это изменение курса страны. И тем самым это совсем другие возможности для населения, для людей индивидуально. Я думаю, что вот эти все преобразования это в пользу. Конечно, они не будут легкими, как и мы прошли этот путь, но украинцы должны знать, что политическая солидарность со стороны Европы – это не слова. Лично со стороны Литвы мы были и остаемся с Украиной, и надеемся, что наша поддержка, поддержка наших партнеров в Европе получит еще более, я бы сказал бы, конкретные формы поддержки. Я говорю и о предоставлении кредитов, и других проектов сотрудничества, которые так необходимы на сегодняшний час в Украине. Можете ли Вы дать рецепт какой-то для Украины? То есть, что нам нужно делать в первую очередь для того, чтобы выйти из кризиса? Я думаю, на сегодняшний день это политическая консолидация. Очевидно, что Россия будет предпринимать и дальше шаги, чтобы дестабилизировать ситуацию, показать, что Украина не имеет вот этой стабильности, что происходят какие-то, я бы сказал бы, противоречия между самими украинцами, но это ложь, это полностью делаются шаги извне, на Украину давление. Не теряйте, как говорят литовцы, дорожку за счет дороги. И не верьте тем словам и той пропаганде, которая льется каждый день из каналов российского радиотелеобещания. Это ложь. Я думаю, что закалка, историческая закалка, знание истории, знание своих друзей и партнеров должно помочь украинцам выдержать. А как выдержать аполитически, вы увидите, что вы победили. И тогда перемены уже пойдут совсем другим темпом. Но надо себе сказать, что эти перемены неизбежны. Жить так, как было раньше, невозможно. Это ведет никуда. Это ведет в пропасть и без никакого будущего. Спасибо огромное. Спасибо вам.